В Славянском районе начала свою работу школа диджеев. Ведет занятие начальник управления по делам молодежи Олег Смольников, имеющий большой опыт в этом искусстве. Заинтересованность в обучении уже проявили многие молодые люди, учащиеся в высших учебных заведениях и школах нашего города и района. Легко ли стать хорошим диджеем? Разбирались Надежда Неткачева и Александр Косицын. Стать действительно хорошим диджеем не так просто. Отворить завертушками многие мечтают. Как же помочь новичкам? Возможность научиться правильно работать с электронной музыкой у славянцев появилась не так давно. В январе на базе управления по делам молодежи открылась школа диджеинга. За всю свою творческую жизнь накопилось много, на мой взгляд, опыта какой-то есть. И хотелось бы его кому-то передать. Кому-то, это не просто кому-то, хотелось бы передать молодому поколению, ребятам, которые хотят научиться вести мероприятия, хотят научиться играть на профессиональном диджеинском оборудовании. И такая возникла идея провести школу диджеев и ведущих. Занятия в школе проводятся два раза в неделю. Заинтересованность в обучении проявили около 50 славянских ребят. Кто-то хочет научиться диджеингу, а кто-то попробовать себя в роли ведущих. Настоящий диджей знает всё, что так или иначе связано с музыкой. Чтобы зажигать танцполы, просто крутить диски недостаточно. Профессиональный диджей должен любить своё дело, считает звукооператор Управления по делам молодёжи Владимир Демченко, известный среди славянской молодёжи как диджей Смайл. Диджей – это культура, я так предполагаю, для себя это обозначил. И ребят хотел бы к этому тоже приобщить. Будут у нас выездные мероприятия такие, на которых можно будет потренироваться. Я думаю, ребятам будет это понравиться, и они войдут во вкус, и у нас будет расти популяция хороших диджеев, скажем так. Научиться сводить пластинки не так-то просто. Везде есть свои нюансы. Для того, чтобы стать хорошим диджеем, нужно обладать целым рядом качеств. Прежде всего, представитель этой творческой профессии – это неутомимый коллекционер. Во времена господства винила диджейская коллекция начиналась где-то от 300 пластинок. Сейчас, когда музыка измеряется терабайтами, дела обстоят иначе. Важен так называемый активный репертуар, то есть треки, с которыми человек выступает. Большинство учеников, которые приходят в школу диджеинга, уже владеют музыкальными навыками. Я сам давно этим занимаюсь, просто пришёл что-то узнать новое. Я сам просто занимаюсь, записываю музыку, и как-то очень интересно узнать от такого профессионала что-то новое. Сейчас невозможно представить себе ни один праздник, фестиваль или конкурс без ведущего мероприятия и выступления диджея. Так что у ребят появилась отличная возможность научиться этому у профессионалов. Надежда Неткочева, Александр Косицын, программа «События». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!